Друзья, мы приехали в Саласпилс на Мемориал, и я вас хочу познакомить с Солтаном Иваном Карповичем. Это непосредственно узник концлагеря Саласпилс. Иван Карпович, мы снимаем видео про Саласпилс. Я хотел просто вам пожать руку и поздравить вас с сегодняшним праздником освобождения концлагеря всего мира от нацистских захватчиков. Я желаю вам здоровья и историю, правдивую историю люди должны знать. Удачи вам. 79 лет назад в Бухенвальде, в лагере смерти, началось восстание. Люди, которые были приговорены к смерти, встали против своих палачей и оказались на свободе. 11 апреля во всем мире стало международным днем освобождения узников от нацистских захватчиков. В Латвии, к сожалению, во Второй мировой войне тоже были лагеря смерти, шталаги, рижское гетто, включая лагерь Саласпилс, который местные власти пытаются называть трудовым воспитательным лагерем. Хотя на самом деле это был лагерь смерти. Вот из всей фотографии взял акцент именно на эту часть. И на этого улыбающий ребенок, он в центре. Чтобы что? Ну что, чтобы показать, что это трудовой лагерь, воспитательный. Типа, ну здесь людей перевоспитывали, давали ему новую жизнь, как бы. Заботились о людях, понимаешь? Ректор Елгавской сельскохозяйственной академии Пауз Гальник с женой Марии. Есть письмо из концлагеря. Здравствуйте, дорогие. Сегодня в полдень вместе с другими оказался в Саласпилском лагере. Встретил кое-кого из знакомых, да и незнакомых. Лагерники заботятся обо мне так, что сейчас к вечеру неплохо устроился. Вырезано. Здесь люди чувствуют себя гораздо лучше, чем за тюремными стенами. Да и мне эти каменные стены надоели. Прямо до смерти. Снова текст дальше вырезан. Кормежка здесь такая же, как в тюрьме. 300 граммов хлеба в день, в обед суп, утром-вечером кофе. Изредка масло по норме. Снова вырезано. Передавайте привет детям и всем домашним, а также друзьям, которые еще меня помнят. А тебя с любовью приветствую много-много раз. Какой тут концлагерь? Тут кофе наливают, масло дают. Все хорошо. Такие места – это отмеченные места, где находились бараки, которые были сожжены, когда фашисты уходили. Здесь находится всегда огромное количество цветов, детские игрушки, потому что это был тот самый детский барак. И в этом детском бараке содержался Салтан Иван Карпович. Операция «Зимнее волшебство» его вместе с мамой и сестрой доставляют из Белоруссии сюда, в концлагерь Саласпилс. Ему три с половиной года. И он прошел все эти ужасы в концлагере Саласпилсе. И сейчас каждый год он приходит сюда, возлагает цветы и рассказывает о том, что в реальности здесь происходило, как продавали детей, как продавали людей, как их убивали, где их хоронили. По сути, все эти леса, земля вдоль железной дороги, там везде находится захоронение. Нельзя точно сказать, сколько судьб было загублено здесь, в концлагере Саласпилс. Но это были десятки тысяч людей, детей. Здесь умирали не только жители Латвии. Сюда свозили людей, в том числе из Белоруссии, Украины, России, стран Европы. Современные политики в Латвии пытаются переписать историю концлагеря Саласпилс. И, на мой взгляд, это недопустимо. Как и недопустимо то, что сейчас нашим детям в латвийских школах вообще не рассказывают про концлагеря Саласпилса. А как известно в истории, чтобы не повторить, и чтобы не повторилось подобное, нужно об этом помнить и передавать из поколения в поколение. Здесь должны стоять автобусы из латвийских школ, где учителя должны рассказывать про события, про те страшные события, которые происходили в Саласпилсе и в других местах в Латвии. Здесь должны приезжать политики не ходить 16 марта возлагать цветы тем самым палачам, а приезжать сюда и отдавать дань память всем погибшим, погибшим латвийцам и людям, которые были сосаны сюда, в Латвию, в Саласпилс. 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 Саласпилс.